Всем привет! Распакую и выскажу свою точку зрения по поводу вот таких вот наушников. Я приобрел в подароках. Вроде не вскрывали еще. Так, распаковка первая. Так, ну давайте посмотрим комплектацию. Визуальное оформление, чтобы у вас было какое-то представление. Коробочка на русском языке. Частично. Достаточно информативная. Так, время зарядки полтора часа. Ну это у нас быстрая зарядка. И время работы получается около разговора пяти часов. Четыре часа прослушивания аудиофайлов. В принципе, вы знаете, в принципе маловато. Мне кажется, аккумулятор может было побольше. Емкость батареи 200 мА. Маловато. Вот на мой взгляд маловато. Но, в принципе, наверное, цена компенсирует. Цена около тысячи рублей. В общем, как-то так. В большинстве случаев люди, которые натыкаются на подобные мои видео, да, они пришли и именно знают уже, что это за модель. Поэтому не будем вдаваться в подробности. Так. Ну, вроде бы, я так понимаю, вот это вот красное, это наклеено. Хотя, по тактильным ощущениям, это как бы объяснить. Это рельефный объект. И такое ощущение, что покрасили, а потом сделали фаску вот здесь вот. из алюминия. То есть, они закрытого типа. Так, что-то у нас тут. В коробочке. Сейчас посмотрим. Так. Кабель. Виде. И кабель для зарядки. И инструкции. Так. Кабель здесь обычный джек. 3,5 дюйма. Кстати, хорошая вещь. Достаточно редкая. То есть, их можно подключать, по идее, непосредственно напрямую к центру. И прослушать музыкальные композиции. Так. Без включения интересно получится это сделать. Я прямо сейчас подключу. Так. Ну, что я могу сказать? Во-первых, их не требуется включать, для того, чтобы подключить к аудиосистеме. Но, что я хочу сказать. Для моих ушей маловато. Так что, выбор мой оказался верен. При надевании их на уши, слышен звук выходящий. То есть, ну, так себе, конечно, восприятие. Но, ничего такого тут хорошего можно не ожидать. Хотя, обычные наушники можно встретить получше. Такого качества. Например, у меня шнайдеры. Так. Но, это уже другая история. Так они складываются у нас. Ничего себе. То есть, можно вот таким вот образом в сумки где-то переносить. Это раз. Во-вторых, что я хочу сказать по звуку. Звук здесь больше напоминает... Знаете, нету высоких. Высокие как бы зажаты. Идут немножко средних. То есть, от высоких вот так вот смотрим. То есть, где-то вот так вот у нас идет. То есть, по идее, кто любит барабаны, вроде бы, как бы ничего. И, по крайней мере, с музыкального центра они прокачиваются. Как это будет делать с телефона? Другой вопрос. Кстати, вот у нас здесь как MP3-плеер можно использовать. Прикольно. Я, кстати, не знал. То есть, вставляем карту. Мы можем прослушивать композиции. У нас вообще... Я позиционировал их как Bluetooth наушники. Тут вообще такая опция-то есть. Так, BT12 у нас написано. А, Bluetooth, да, 4.2. Поддерживаемые профили. A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP. Ну, в принципе, он все форматы поддерживает. И битрейт у него от 8 до 320. То есть, ну, в принципе, широкий диапазон. В общем, для молодежи, для тех, кто любит бас, они, мне кажется, подойдут. Ну, визуально выглядит неплохо. На мой взгляд, вообще неплохо. И смотрится довольно-таки интересно. Это чисто на мой взгляд. Проводки тут в оплетке идут. Надеюсь, надолго хватит. Так, вроде бы не сильно даже загинаются. Да, провода вообще не гнутся. Здесь у нас, видите, складывается весь механизм. И, скорее всего, они где-то здесь сбоку выходят. Поэтому где-то вот в этих местах только будет переламываться. А не где-нибудь сам провод вот здесь вот. Либо где-то внутри отпадать. Но насчет отпадать внутри, конечно же, такое подобное случается. А, вот это микрофон. Все, понял. Вот ответственность под микрофон, под карту, под джек 3.5. Зарядка. Зарядка. Включение. Вперед-назад. И... Так, пауза. И play. И еще какая-то опция непонятная. А, трубку взять. Круто. Отлично. Ну, в принципе, тут все есть. Можем управлять длиной. А, ну все понятно, почему тут провод такой. А, он еще туда внутрь заходит. Видите, в наушники сам прячется. То есть, если он прячется в наушнике, туда ходит, выходит, соответственно, может отлететь внутри. Так что на это обращайте внимание. Но это не проблема, если они нормально разбираться могут. Ну, походу, нормально они вряд ли разбираются. Потому что уже я смотрю, я вытягиваю, а я не могу понять, с какого места там, в каком месте именно зазор. Питание включено. Ожидание. Режим. Отключение питания. Ну, то есть, все, оно работает. Оно даже заряженное. Да, ну это более такое, знаете, для мужиков, взрослых, мне кажется, не пойдет. Сильно уж маленькие. Вот эта вот часть, она очень маленькая. Вот просто, как бы вам объяснить. Я, как бы, рассказываю про свои ощущения. Ну, а сами визуально, да, то есть, визуальное оформление вполне себе такое веселое, мне кажется. Здесь каймал у нас красненькое. Здесь белокрасненькое. Ну, то есть, серебристо-красненькое. Текстурированное. В общем, вот такие вот наушники. Конечно, послушать бы дать, но, к сожалению, возможности такой нет. Уж поверьте на слово. Стоит их брать или нет, это, конечно же, вам решать. Так, кабель у нас идет обычной зарядки. Где-то сантиметров 30 всего. Ну, хоть что-то. Да, тут даже 30, мне кажется, нет. А, тут даже описание есть всех режимов. В принципе, вы можете ознакомиться. Короче, вот такие вот наушники. Не сказать толком про них нечего. Нужно пользоваться. Если я попользуюсь, в принципе, я допишу. На этом я говорю пока. До новых встреч. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok